У нас атрофия мышц. Мы занимаемся сейчас, наверное, день четвертый, пятый. У нее очень подключились сильно ноги и спина. Эффект очень хороший. И как бы она уже на попе начала поворачиваться. Раньше у нас такого не было. У моего ребенка задержка психомоторного развития. Мы пришли на курс калинии. И буквально после первого занятия ребенок стал лучше держать голову на животе. После второго-третьего сам стал ходить в туалет. Стал более активным. Игрушки держит, которые вкладываю в руку. Поэтому данный курс нам очень нравится. Я ему очень рада, что мы на него попали. Алина очень классный специалист. И мы считаем, что нам повезло. Хочу сказать по результатам, что даже буквально с первых дней достаточно видно улучшение у ребенка. Как она стала ровно ходить. Более уверенно стала ходить. Все движения стали более отчетливы. И мы сейчас только учимся ходить. В общем-то, прям на глазах начинает ребенок. У нас микроделляционный синдром. Это генетика. Не хватает маленького кусочка в хромосоме. Бой-то мы никогда не занимались. Нам говорили, что вроде как не надо. Типа спастики нет, поэтому не надо. А сюда вот попали. Нам сказали, что нам обязательно нужно. И после даже первых занятий видно результат. И спина стала просто ровная. Несмотря на то, что был очень большой кифоз, шея вытянулась, потому что шеи не было. И вообще в ортопедии стало больше устойчивости, что ли, не знаю. И как сказала моя старшая дочь, которая не видела ее 4 дня, прям взрослая стала. Взрослый взгляд. Она стала намного лучше, она стала намного крепче, она стала совсем другим ребенком. И сейчас, раньше, когда поначалу я переживала, сейчас я понимаю, что это все зазря. Сейчас уже во это у нас немножко в другом ракурсе, и для нее это удовольствие. То есть она уже улыбается, она рассказывает стихи, она рассказывает песни. То есть ей все в удовольствии, это все занятие. Поэтому я считаю, что каждому родителю, наверное, нужно себя взять в руки и перетерпеть вот этот период, когда они привыкают, когда это больно может быть. А в целом очень нравится, да? Не бояться. Я тоже очень боялась. Я после первого раза думала, что я больше не приду. Когда я вечером увидела, что вот у нас пропал здесь вот гор, думаю, надо продолжать дальше. Вот, и мы ходим. И будем ходить, пока есть возможность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова